Фильтр в систему охлаждения. Нужен ли он там и зачем? Ну, зачем, понятно. Для очистки антифриза. Вы все видели, какая красотища сливается при замене. Особенно, когда ты превышаешь сроки той самой замены. Чтобы решить эту проблему, чтобы антифриз всегда был как новенький, чтобы система охлаждения блестела прямо изнутри от чистоты, люди ставят такой себе фильтр в систему охлаждения. Стоит отметить, что производители легковых авто, все как один, насколько мне известно, не устанавливают фильтров для антифриза. Если я не прав и у кого-то он есть, поправьте, пожалуйста. То есть, все, кто ставит фильтр в систему охлаждения, подбирают его путем логики и опыта из интернета. Что нам говорит логика? То, что фильтр нужен. Он очистит охлаждайку и продлит ей жизнь. Логика говорит, что если бы фильтр был бесполезен в системе, его бы не ставили на тех самых грузовиках. А на грузовиках он, кстати, есть. Выглядит он вот так, похож на масляный. Так, о чем говорят опытные люди из просторов интернета? Их опыты показывают, что фильтры реально собирают, ну, до много, скажем так, грязи, жижи и мулу. Ну, выходит, что думать не о чем. Надо тулить, все работает. Но, давайте копнем немного глубже. Из чего состоит так называемая грязь в системе охлаждения? Ну, и вообще, откуда она берется? Так вот, образование грязи, шлаков, вот этих отложений в системе, чаще всего спровоцированное выпаданием присадок, ну, антифриза в осадок, почти в стихах. Основа антифризов обычно это пропиленгликоль, гликоль или этиленгликоль. А уже к этой основе добавляют смесь присадок с водой. Таким образом и получаются вот эти вот виды антифризов, которые мы знаем. И которые, выходят, отличаются типом присадок в них. Выходит, что очищая антифриз, мы очищаем его, в частности, и от присадок. Тем самым, ухудшая его свойства как такового. Лет 10 тому назад я пробовал нечто подобное еще на жиге. И засмущало меня то, что очищенный вот антифриз стал по цвету светлее своего исходника. То есть, остатки новой охлаждайки были, ну, более яркого света. Я понимаю, краситель тут к свойствам ни при чем. Но, если даже он отфильтровался, то на состав жидкости и ее свойства тоже могло подействовать. Было бы, конечно, неплохо отдать очищенный вот этот антифриз и исходник на экспертизу. Но на то время такой возможности не было. Также, помимо этого всего движа с очисткой, немного смущает меня влияние фильтра на циркуляцию жидкости. Ведь на это расчет не шел у производителя. Таким образом, фильтр, ну, как минимум, может мешать нормальному циркулированию. А это уже может повлиять, в принципе, и на жизнь помпы, а также на охлаждение двигателя. Чего, кстати, замечено не было в тот момент, но вполне имеет место бы. В общем, я от этой штуки отказался еще тогда. Вот, ну, а как же фильтры на грузовиках, спросите вы? Их же там ставят? Ставят, отвечу я и добавлю. Вот если бы поставили такой фильтр, то толк, возможно, бы и был. Если соблюсти некие нюансы, ибо он, фильтр, рассчитан на определенный объем жидкости. Как так? И почему же от этого фильтра будет толк? А вот от этого не будет. А все потому, что фильтрующий элемент заводского автофильтра, помимо бумажного материала, для грубой очистки, имеет дополнительный отсек с гранулами. Ну, или таблетками, капсулами, как хотите, так их и называйте. Короче, охлаждайка проходит через фильтр, течет через эти гранулы и насыщается присадками, обновляя свойства антифриза. Свежая порция добавок, так сказать, восстанавливает его защитные свойства. Когда первые гранулы от себя отработали, растеклись, активируется следующий отсек с добавками, и так до тех пор, пока не закончится срок службы фильтра. Это где-то один год. Вот такая история. Очищая антифриз, вы объединяете его на присадки и ухудшаете его свойства. Верить в это или нет, дело каждому. Вы можете иметь свое личное мнение. Мы же в демократии живем, говорят. А я же, что я же, я выбрал путь своевременной замены охлаждайки. Меняю ее чаще положенного, тем самым наблюдаю чистую систему, что даже не требует промывки. Но это уже совсем другая история. Всем чистых систем и удачи!